Когда оформляешь документы, там же, знаете, такая волокита бюрократическая. Мамма миа, мама миа просто. Вру, вру на камеру. Я не буду, я буду, я буду. Ты будешь холодник есть? Русская красота, она не латышка, но... Не латышка, нет, русская. Настал этот момент, ты не будешь холодничок, нет. Всем спортсменам привет. Загеришечка. Занимался так хорошо. Вообще-то не хватит, хорошо, если честно. Что-то вру, вру на камеру. Вроде как-то запал был такой, знаете, вот запал. Ну, а что-то как-то вот тело сдало в ответственные моменты, так скажем, да. Ой, ну, после бутылочки газировочки, конечно, в спа-центре, знаете, вообще что-то как-то не очень занимается. Но прекрасная погода, посмотрите. Что-то расцветает. В Швеции даже есть специальное название для времени года, когда цветет черемуха, но еще не цветет сирень. Только я забыл, как называется это время года. Вот, но мои верные, любимые подписчики из Швеции, конечно же, мне напишут. И вам тоже. Спасибо вам большое заранее. Вот. Погода прекрасная. Сегодня буду балдеть на терраске с сином. И я думаю, что для такого времени года очень подойдет холодный суп. Холодник по-белорусски. Холодник. В Латвии его делают на кефире. Я это не смогу никогда есть. Вот. Поэтому я сейчас сделаю по-белорусски, по-нашему. И вам покажу. Но для этого сначала надо пойти в магазин и купить продукты, потому что в холодильнике повесились уже все. Все-таки весна в Скандинавии богата на краски. Посмотрите, как красиво. Единственное, что там очень позднее. В конце мая только это все расцвело. А что это вообще за растение такое? Кто мне написал там это? Я первый раз такое вижу. Неужели это какой-то фрукт? Типа яблоньки там. Вообще, посмотрите, как цветет все дерево. Блочиста, по тебе все соскучились. А ты соскучился? Ты соскучился по своим подписчикам? А по неподписантам? Ты тоже скучаешь? Иди на улочку. Там тепленько. На заднице надо постричь еще нам когти. На лапках передних смог. А эти еще пока что мы не поддались. Иди посиди, там же никого нет. Вчера к тебе дети приставали. Там дети приставали. Папа прогнал детей. Конечно прогнал. Почему они должны пугать тебя? Смотрю, значит, это залазит. Такая через забор уже прямо залазит. Такая девочка, знаете, это... Но он испугался. Он на этой на черной лавочке сидел такой, ну, убежал сюда. Я выхожу, говорю, ну, что происходит? Ничего. Кот просто убежал. Я говорю, ты знаешь, почему он убежал? Он говорит, он тебя боится. И такая, знаете, в растерянности. Детей не учат, что не воспитывают вообще. Я не понимаю. Зачем вы тогда их заводите, если вы ничего с ними не делаете тогда? Чтобы просто были, что ли? Ну, только заведите себе куклу тогда. Так, показываю мой набор продуктов. Так, давайте посчитаем. 620 и 139. Это 759. 759. 770 евро. Да это вот 70 евро. Яйца. В Виллисе не было яиц. Пришлось идти потом в Вейку. Так, это чтобы мне держать свой калораж низкий. Это ноблы из, господи, из водорослей. Там всего лишь одна калория на, ну, две калории на 100 грамм. Ну, еще вот пиццу сделаю. Что-то захотелось пиццать. Так, это огурчики мне уже надо на холодный суп. Два вида сыра. Это на бутерброды. Например, куда-то потереть. Ну, это тоже вкусно. Типа, его эти делали, как их, кто в монастырях живет. Представляете, уже привезли эту черешню. Ну, такая слабенькая еще, конечно, на 4 евро пачечка. Ну, не удержался. 5,50. Клубничка такая хорошенькая. С салями это пойдет на пиццу. Там еще у меня бургер. Так, я делаю всегда холодник с колбасой. Но единственное, у меня есть такой секрет. Сначала колбасу надо отварить. Чтобы вот этот вот жир такой противный из нее вышел, да? И потом нормально. Так, кофе. Два за 10 евро было на скидочке. Хорошо. Тут у меня сметанка 42%. Это холодничок. Филадельфия на бутерброде. И картошку сейчас буду запекать. Потому что я люблю холодник с запеченной картошкой. Морковка. Ну, непосредственно вороная свекла. В беопаковке я купил. Редиска. Это просто так с салатом. Там еще что-то. Все. И вы спросите, где укроп, петрушка, лук. Это все можно. Это по желанию. Но я не люблю. Мне не вкусно. Так, начало положено. Это пицца. Будет в такой штуке у меня выпекаться. Другой нету просто. Вот. И там уже картошечка у меня печется. Два в одну. Блин, вообще. Колбаска варится. Дело сейчас все другие дела. Такой вкусный сыр оказался, кстати. Вообще. Я прям офигел. Так. Готовлю вам апдейт. Какой холодник, когда такая пицца. Поставляете? Ну, как жить? Кстати, вот как вы любите нарезать? У меня разная нарезка. Смотрите. Ну, это я тру. Свеколочку я потер. Яичко я тоже потер. А вот огурчик я такой соломочкой нарезал. А редисочка у меня наоборот кругляшками. И колбаска вот такими прямоугольничками. Хотя надо было, может быть, квадратиками нарезать. Тогда получается разная структура. Очень прикольно. Вот. Что хотел сделать? Думал на льду сделать. Но лед какой-то такой. Что там так пахнет вкусно. Как-то там из морозилки. Поэтому, ну ладно. Все. Мы это все заливаем. Дело. Кипяченая вода. Я заливаю кипяченую воду. Хотя, конечно, в Швеции можно и из-под крана. Не знаете. Береженого Бог бережет, как говорится. Водички, конечно, можно и добавить. Давайте размешаем. Сейчас это есть нельзя. Он должен, мне кажется, суточки постоять в холодильнике. Чтобы и цвет у него появился. Правда? Я считаю так. Вот. Сюда мы добавляем соль и уксус еще. А бабушка моя всегда добавляла сахар еще. А у меня сахар есть только мускавада. Вот. Он имеет такой очень... Такой сильный вкус. Вот. Уксусик я люблю побольше. Если честно, конечно. Надеюсь, его можно есть. Сейчас. Добавил так. Все. Но это по вкусу, ребята. Это уже по вкусу. Вот каждого свое. Это запищалка такая. Что это запищалка? Лизина. Лизина. Пиздец. Попался. Попался. Ты будешь холодильник есть? Ну. Да хорошо там на балкончике, на солнышке. Пригрелся. Такой тепленький. Тепленький такой. Тепленький. Ой-ой-ой-ой. Давай. Оп. Оп. Так. Попробовать надо. Давайте попробуем. Водичку. Пауксику. Пауксику. Куку. Не пью. Еще соли добавить. Соль не соленая. Но, кстати, сахара не хватает. У меня нету сахара. У меня только этот мусковада. Но он такой. У него такой вкус очень. Нельзя его сюда добавлять. Но он настоится. Свекла еще даст свой сахар. Естественно. И все будет нормально. И сметанка жирная. Прям пошел. Уксусик-то. Уксусик-то так пошел. Все. Отправлю его сейчас постоять. Завтра буду снимать свой обед. И покажу, как я это все делаю. Сейчас хочу вам показать, какие люди бывают. Дурочка мне какая-то написала. С этого имейла сейчас покажу. Олимпкс. С инбокса. Какая-то Олимпия. Феликс. Добрый день. Я смотрела несколько ваших видео. Я живу в Латвии и имею гражданство. Если вам нужен Брагус гражданская, гражданская, гражданка Латвии, пишите о условиях, договоримся. Инесса. Ну, я ее послал, конечно, эту Инессу чуть подальше куда-нибудь. Так. Посмотрите еще видео, прежде чем писать мне ерундистику всякую. Она мне потом ответила. Ну и болтайся, нелегал, по миру без европейского гражданства. Инессочка просто случайно, она меня забрела на мой канал, решила немножечко денежек подзаработать себе. Инессочка, не хватает тебе на проживание? Гражданки Латвии не хватает, бедняжечка моя. Хотела срубить с мигрантишки баблишка. А мигрантишка не даст никому баблишка. У мигрантишки вид на жительство в Европе. От гражданства латвийского я отказался. Так что ты проехала, села ты и проехала. Ничего тебе не видать. Я помню, знаете, когда я переезжал в Латвию из Беларуси 12 лет назад, то там, когда оформляешь документы, там же, знаете, такая волокита бюрократическая. Мамма миа, мамма миа просто. И нужно же как бы указывать адрес, где ты будешь жить. Это очень тяжело, конечно, сделать, потому что мои, как бы, друзья, которые мне сдавали тогда квартиру, они, ну, не хотели меня декларировать, там, по каким-то своим причинам, не знаю, какими. Вот. И мне надо было как-то, ну, найти адрес. Меня потом другая моя подруга, с которой я работал, тоже в Англии задекларировала у себя. Вот. А когда начал на объявлениях искать, типа, ну, куплю, куплю этот адрес, типа, регистрации, да, прописки, декларации, это называется в Латвии, то тысячу лад, лад, с меня какая-то попросила, тысячу лад. Тут нужно твоя, лад, с тысячу лад, у меня зарплата была 800, по-моему, лад, ага, до тысячи лад, за прописочку. Люди вообще, о, о, представляете, требуют из блогера денег, денег за фиктивный брак. Надо ее сдать, может быть, куда-нибудь, правда? Сдадим? Написать, может быть? Человек уже делает нехорошие вещи. Найдет, значит, себе какого-нибудь мигрантишку, кто там приехал, может быть, знаете, из Индии, Пакистана. Вот так вот ему и предложат. А что думаете? У них-то выбора-то нет. Когда был в Риге, то в кафе Мид ходил, и за мной села девушка такая, ну, как сказать, пышных форм. Ну, такая миленькая-миленькая такая была. Так одета, была ярко такая, солнечная такая, вот она прямо светилась такая, она, знаете, такая вот русская красота. Русская красота. Она не латышка, но не латышка, нет, русская была больше по внешности. Знаете, такие вот, как в сказках, такая вот девица такая, знаете, вот такие вот, прямо ей еще щечечки намалевать бы такие вот бурочком. Было бы вообще вот супер просто. И она пришла, посидела и ждала кого-то, и приходит на свидание к ней молодой человек. Ну, либо Индия, либо Пакистан, в Риге сейчас много их. Они как бы на учебу приезжают, вот. Мне кажется, он даже был ее ниже роста, она так не высокого роста, а он еще ниже. Ну, такой, ну, штюбрик-штюбрик такой, знаете, вообще такой. Ну, вот. Заказали кофейку и, ну, такое легкое романтическое свидание у них было. Вот я там немножко подслушал. А я девочки и мальчики смотрю. Ну, вот посмотрите, он прямо смотрит в мои глаза. Надо позвонить ребятам, спросить, это мальчик, либо девочка. Нам-то только братик нужен, правда? Ну, посмотрите на эти уши, как люди влюбятся. Из Резакны, из Резакны. В Резакны я еще ни разу не был. Так, друзья мои. Ну что, настал этот момент. Ты не будешь холодничок, нет. Смотрите, как я кушаю холодничок. Значит, только что подвели меня с картошкой. Было написано, что она будет, которая, ну, знаете, крошится, она не крошится. Надо крошкую картошечку, потому что потом вот так вот берешь, да, и ложечкой разминаешь. Ладно, сейчас сделаю еще фоточку на инстаграм. И потом уже разомну для вас. Давайте перемешаем. Я знаю, что сейчас он выглядит не очень, но когда перемешиваешь, все становится на круги своя. Смотрите, какой цвет. Нет, никаких кефиров, ничего не надо. Холодненькие, только что с холодильничка. А если очень-очень жарко, можете в блендере смолоть лед в такую прямо крошку-крошку. И сюда же добавить. Ну, это когда очень жарко. Все. Пожелали мне приятного аппетита. Вам хорошего дня настроения. Я пошел кушать. Всем пока.